Блокчейн Если вы хотите продать свой дом, вам потребуется куча бумажной работы, юрисконсультов, оформление договоров, и это может продолжаться долго и быть дорогостояще. Идея в том, что это можно сделать с помощью цифровой транзакции, с подтверждением и проверкой через блокчейн гораздо быстрее и безопаснее, и без привлечения посредников в процесс. Потенциальные последствия данной технологии, что вы будете иметь возможность сделать это со всем, на самом деле просто невообразимое. Если посмотреть на нашу существующую финансовую систему, то мы увидим, что они держат все эти деньги, и это дает им большую власть, и это одна из самых захватывающих черт децентрализации. Уже не обязательно иметь какого-то парня, через которого все проходит, способного злоупотреблять системой при желании. Бюрократия в целом начнет исчезать, когда государственные учреждения, физические лица и бизнес станут способны доверять и иметь дело друг с другом так же, как открыто, как мы можем послать друг другу сегодня имейл. То есть это конец бюрократии? Потенциально, да. Бюрократы будут наблюдать за происходящим, переживая о своих должностях. Что ж, кто стоит за этой потенциально преобразовательной технологией? Создатель эфириума, который является одним из приложений блокчейна, это 21-летний Виталик Бутерин. В целом, вы знаете, мы являемся свидетелями разных новых технологических эр, которые отличаются друг от друга, так же, как железный век от бронзового века, и наблюдаемые нами эры сменяются достаточно быстро, за 10-20 лет. Ни одна технология не может быть достаточно хороша, чтобы принести некую утопию, отвечающую описываемой вами конкретной политической идеологии, но тем не менее, она делает весьма значительные шаги в этом направлении. И работая вместе, мы можем создать системы, которые гораздо более надежны, чем те, что любой из нас мог бы построить в одиночку. Это возможно благодаря тому, что блокчейн — распределенная система, что означает, что ни один человек не способен контролировать ее. Каждый пользователь фактически имеет копию данных, и определенное число этих пользователей проверяют транзакцию, чтобы убедиться, что они верны и подходят друг к другу. Подобная децентрализованная распределенная система — это возможный путь для изменения интернета в сторону большей демократичности по своей сути. Такой вид взаимосвязей, когда вы можете изменить технологии, способны изменить общество. Выгода от этого вполне очевидна и для обычного пользователя, и в целом для принципа работы интернета. Разумеется, и в этом есть свои трудности. Субтитры создавал DimaTorzok